С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзейский новости начинаются. Глава правительства провел совещание по подготовке ко второму чтению поправок в проект бюджета на 2016 год. В первом чтении главный финансовый документ страны Госдума будет рассматривать уже завтра. По словам Дмитрия Медведева, общие характеристики бюджета достаточно жестко заданы нашими макроэкономическими и внешнеполитическими условиями. Поэтому нам важно добиться грамотного и эффективного использования бюджетных средств. Их необходимо направить на поддержку ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, региональных бюджетов и сделать это так, чтобы не разогнать инфляцию, подчеркнул глава Кабмина. Основными задачами остаются финансирование важнейших инфраструктурных проектов, программ модернизации образования, здравоохранения всей социальной сферы. Необходимо сделать максимум возможного, чтобы сохранить инвестиционную и предпринимательскую активность. Как и в текущем году, придется задействовать резервный фонд, но делать это максимально рачительно. Предусмотрены в бюджете и дополнительные резервы, которые могут быть задействованы по необходимости. Работа над бюджетом 2016 года продолжается и в нашем округе. Теперь к рассмотрению параметров казны субъекта могут подключиться и жители. Проект главного финансового документа опубликовали на официальных сайтах Собрания депутатов и администрации Ненецкого округа. Уже сейчас понятно, что бюджет будет непростым. Как отметил председатель Собрания депутатов Анатолий Мяндин, наставной финансовый документ, по которому округ будет жить весь следующий год, можно назвать напряженным. Половина доходной части окружного бюджета напрямую связана с ценой барреля нефти и курсом доллара. Пока исходим из того, что цена на нефть будет около 50 долларов за баррель. По этой же причине бюджет будет однолетним. Основной смысл такого решения – минимизировать риск ошибок при планировании, рассматривать столь отдаленную перспективу, как три года в нынешних реалиях неразумно, пояснил спикер Анатолий Мяндин. Спикер парламента также обратил внимание на то, что бюджет следующего года потребует от всех очень экономного, эффективного расходования средств. Однако, несмотря на все сложности, окружной бюджет сохранит свою социальную направленность. Около 10 миллиардов рублей планируется потратить на образование и здравоохранение. Публичные слушания по проекту закона о бюджете НАО на 2016 год пройдут 18 ноября в 17.00 в актовом зале администрации НАО. Ознакомиться с документом можно на официальных сайтах Собрания депутатов и администрации или в сегодняшнем выпуске газеты «Нарьяна Виндер». Замечания и предложения по проекту окружного бюджета могут направляться в Собрание депутатов до 17 ноября. Банковская система России начала оправляться от критической ситуации прошлого года. В октябре чистая прибыль Центрального банка страны составила 34 миллиардов рублей. Это рекорд с начала года. Банкротств стало меньше, растет приток депозитов. С начала года банк выдал порядка триллиона рублей новых кредитов. Ставки по ипотеке снизились и такая тенденция будет продолжена. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня Сбербанк России является лидером банковской системы страны, основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В частности, на его долю приходится более 46% вкладов населения. Сегодня крупнейший финансовый институт отмечает 174 года со дня основания. Кстати, по статистике Сбербанк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. В нашем регионе этот показатель намного меньше, но тем не менее Ненецкое подразделение Сберегательного банка России является крупнейшим работодателем округа. В его структуре сегодня трудится 98 человек. За достижение высоких показателей в работе и многолетний добросовестный труд работников банка отметили почетными грамотами. Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего округа. Действительно, без вашего банка, наверное, бы многие те проекты, которые сегодня осуществляются на территории округа, они бы, конечно, не осуществлялись. Один из таких масштабных и значимых проектов – безналичный округ. Сбербанк России реализует его совместно с администрацией округа и Ненецкой компанией электросвязи. Для нашего округа это наиболее актуально. Связано с тем, что у нас очень много удаленных поселений и население находится на территории сел, и не всегда есть возможность выехать в город на Ринмар за получением услуг. Поэтому мы сейчас активно развиваем удаленные услуги, делаем упор на интернет-банкинг, на карточные продукты, на торговые терминалы, которые мы сейчас активно ставим на селе. Сегодня в торговых точках сельских населенных пунктов уже установлено 40 терминалов. До конца года установят еще более 15. Задача Сбербанка – популяризировать безналичные и онлайн-платежи в муниципальных образованиях округа. Цель, которую преследуют и банки, и администрации – это снизить наличный денежный оборот на селе для того, чтобы снизить затраты на транспортировку наличности и перевести все платежи в онлайн, то есть в интернет и на банковские продукты, банковские карты. В ближайшее время Сбербанк вступит в программу 5-процентного ипотечного кредитования, которая также разработана администрацией региона. Несмотря на общую экономическую ситуацию в стране, сегодня Сбербанк имеет четкую стратегию развития и гарантирует своим клиентам стабильное предоставление всех банковских услуг. Ненецкое отделение существует в структуре Сбербанка России вот уже 85 лет. По нему входят центральный офис, два отделения в городе и поселки Искатели, и еще семь отделений успешно функционируют в муниципальных образованиях округа. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Коррупционный скандал разгорелся в Ненецком округе. Региональное отделение ФСБ предоставило видеокадры, на которых запечатлен момент обыска квартиры бывшего руководителя Наринмарского Ростехнадзора. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Обвинения чиновнику уже предъявлены. В течение двух лет, по версии следствия, Владимир Хозяинов получал деньги за то, что подписывал липовые документы. Подробности дела прямо сейчас. Обыск в квартире чиновника проходил еще весной этого года. Вот подозреваемого под руки ведут сотрудники ФСБ. Видно, что Владимир Хозяинов вполне спокоен, чего не скажешь о его супруге. При виде мужчин в масках женщина начала заметно нервничать. С обвинением тогда еще действующего руководителя Ростехнадзора знакомят на кухне. Затем непосредственно обыск. Десятки пятитысячных купюр и доллары. Приносил внимание вот к этому документу. Выписка из лицевого счета по вкладу. Хозяинов хранил в банке 7 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги чиновник получил в качестве взятки. До задержания господин Хозяинов жил здесь, в этом двухэтажном доме. Его квартира расположена на первом этаже. Вот она справа. Как видно, установлена обычная неприметная деревянная дверь. Соседи говорят, что чиновник и его семья в принципе жили скромно. Это нехорошо 7 миллионов своровать. Все началось в 2013 году. Хозяинов за денежное вознаграждение подписывал протоколы заседаний проверочной комиссии филиала Ухтинского университета об успешном проведении экзаменов инженерно-технических работников. Помимо этого, подозреваемый утвердил акт приема котельной. Сейчас она обогревает новый детский сад на лесозаводе. Тогда в качестве подрядчика выступала архангельская компания «Теплогастрой». Известна также еще одна коррупционная история. По версии следствия, в ноябре прошлого года бывший чиновник за энную сумму утвердил акт о расследовании группового несчастного случая с работниками Ухтинского филиала «Восток Геофизика». Пострадали двое. Они получили ожоги и травмы средней тяжести. В итоге в липовом акте не были указаны сведения об отсутствии у данной организации разрешения на производство взрывных работ. В результате «Восток Геофизика» избежала крупного штрафа и возможного приостановления деятельности. А вот двери того самого кабинета, где работал Владимир Хозяинов. Обыски здесь также проводились. Были изъяты различные документы сомнительного происхождения. Руководителем Ростехнадзора в Наринмаре Хозяинов проработал 13 лет. И в последнее время его подчинение находились несколько человек. По понятным причинам они здесь теперь больше не работают, кроме одного человека. Теперь он руководитель Наринмарского территориального отделения. Сейчас Владимир Хозяинов находится в Архангельском следственном изоляторе. И его уголовное дело уже направлено в Наринмарский городской суд. Если чиновника признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Олег Хатанзийский, Роман Делимарский, Телеканал Север. В Наринмаре тем временем продолжаются поиски без вести пропавшего мужчины в 86-го года рождения. Сергей Кремень ушел из дома еще в 20-х числах октября, но до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Друзья Сергея сообщили, что последний раз молодого человека видели в одном из магазинов поселка Искателей. Пропавший был одет в серый пуховик с капюшоном и темные джинсы. На ногах высокие черные сапоги. У мужчины светлые волосы, глаза карие, рост примерно 170 сантиметров. На правом предплечье имеется татуировка красно-синего цвета. Если вы обладаете любой информацией о местонахождении данного человека, просьба незамедлительно позвонить по телефону 02. Каждому по заслугам в регионе предлагается изменить порядок предоставления наград и почетных званий. Начальник управления Государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации округа Елена Маркелова представила предложение по совершенствованию наградной политики региона. Она выступила перед депутатами окружного парламента. Увеличение перечня наград даст возможность большему количеству людей разных профессий получить заслуженную оценку в виде почетной грамоты, медали, знака отличия. Какие виды поощрения предполагается ввести для жителей округа, узнавала наша съемочная группа. Депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рассмотрели законодательные инициативы губернатора региона. Существенные изменения, которые предполагается внести, это в первую очередь разделить имеющиеся наши награды на два вида. Государственные награды Ненецкого автономного округа – это более высокие награды, и иные награды Ненецкого автономного округа. К государственным наградам округа предлагается отнести имеющиеся на сегодняшний день медаль за особые заслуги перед Ненецким автономным округом, почетное звание почетный гражданин Ненецкого автономного округа, медаль «Родительская слава» и почетная грамота Ненецкого автономного округа. К иным наградам предлагается отнести имеющиеся на сегодняшний день почетные грамоты собрания депутатов, грамоту администрации Ненецкого округа, юбилейные медали «Знаки отличия» и добавить эти награды новыми профессиональными почетными званиями и знаками отличия. Знак отличия за службу Ненецкому округу и трудовая доблесть. Ранее почетных профессиональных званий не было, и разработчикам наградной политики было предложено их внести. Это такие звания, как почетный учитель Ненецкого округа, почетный работник здравоохранения и новые для нашего региона звания – почетный оленевод и почетная чумработница. По знакам отличия и профессиональным званиям предлагается здесь в законе минимум условий определить. Порядок награждения будет определять губернатор. Так же, как и вручение, рассмотрение материалов предлагается отнести к компетенции губернатора. Процедура рассмотрения по имеющимся на сегодняшний день наградам и званиям не изменяется. В целом, данные нововведения одобрены. Члены комиссии высказали пожелание разделения знаков отличия на степени в зависимости от стажа службы или работы в той или иной сфере. Также предложено установить возможность посмертного награждения государственными наградами округа. По итогам совместной работы законопроект будет доработан и в установленном порядке представлен для рассмотрения на сессии собраний депутатов округа. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Насколько наш город приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья? Вопрос о доступной среде, особенно для маломобильной категории граждан страны, находится на особом контроле президента Владимира Путина. Необходимость принятия эффективных мер для возможностей перемещения инвалидов в общественных местах отмечена в майских указах. Насколько они реализованы и есть ли в Наринмаре доступная среда, говорили на заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта. Для того, чтобы быть объективными, члены Народного фронта совместно с представителями общественных организаций инвалидов проверили на себе доступность социальных объектов в Наринмаре. Под прицел фронтовиков попали 40 различных учреждений, но итог оказался неутешительным. Не везде есть пандусы, а где они есть, много других различных преград, которые не дают попасть в помещение инвалиду в коляске. Кнопки вызова также есть не на всех учреждениях, а где-то они просто не работают. Большей частью мы столкнулись с такой проблемой, что пандусы есть, но дальше двери мы попасть не можем. И в принципе из 40 обследованных объектов мы можем только сказать, что три наших объекта достаточно качественно устроены для инвалидов. Инвалиды без проблем могут попасть в многофункциональный центр города, третью баню и ледовый дворец труд. Программа «Доступная среда» начала действовать в России в 2011 году. Ранние полномочия по исполнению всех необходимых мероприятий в рамках программы находились в ведении Архангельской области. В результате обязанности практически не исполнялись. С этого года все права переданы нашему региону. Сейчас в администрации разработана и принята дорожная карта по доступной среде на 2016-2020 годы. Данная дорожная карта будет являться источником для принятия и реализации программы «Доступная среда» на следующие годы до 2020 года. К концу 2020 года дорожная карта предусматривает адаптацию всех объектов социальной направленности. Это и культура, и образование, и спорт, и здравоохранение. По заключению фронтовиков программа «Доступная среда» реализована в нашем регионе лишь частично. Впрочем, как и во многих других субъектах России, сейчас не возникает проблем при посещении социальных или культурных объектов только у жителей и гостей Сочи. Остальные россияне, прикованные к инвалидным креслам, вынуждены довольствоваться малым. Алина Волучейская, Алена Валерий, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Как обезопасить ребенка на дороге и дать возможность водителю вовремя увидеть маленького пешехода? Выходом из этой ситуации может стать светоотражающий фликер. Это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время суток. Чтобы привлечь внимание водителей к маленьким пешеходам, в Наринмаре прошла акция «Засветись». Несколько десятков ярких огней смогли наблюдать наринмарские водители в эти дни. Сотрудники ГИБДД провели акцию со светоотражающими элементами для ребят из детских садов, школьников и студентов округа. Пропаганда вношения светоотражающих элементов пешеходам в темное время суток. То есть у нас произошли изменения в законодательстве. То есть в правилах сказано, что теперь в темное время суток пешеходы должны носить светоотражающие элементы, переходя в пешеходный переход, по обочине. В населенных пунктах это рекомендовано, а в ненаселенных пунктах это уже в обязательном порядке. Светоотражающие элементы против ДТП и аварий на дорогах. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют пешеходам обозначить себя такими элементами. Особенно засветить своих детей. На левом и правом рукаве подвесить по одному фликеру, а также на ремени сзади на рюкзак. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находятся четыре фликера. Водитель, включая ближний свет, может заметить пешехода за 25-30 метров. А если у человека есть фликер, то оно увеличивается до 130-140 метров. Автолюбитель с включенным дальним светом может увидеть фликер с расстояния 400 метров. Кстати, сейчас одежда, обувь и аксессуары со светоотражающими элементами – самый модный тренд сезона. Социальные сети пестрят яркими видеороликами, пропагандируя дорожную моду. Конкурсы «Кто ярче» в этом году самые популярные. Одежду жюри оценивают не за наличие бренда, а по количеству светоотражающих знаков. В городах России проходит самая масштабная декада дорожной безопасности детей. К ней уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Киров, Иваново, Пермь, Екатеринбург, Псков, Вологда и другие города. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.